Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я к вам спешу с новой рубрикой. Я предлагаю потратить один день, чтобы подготовиться к новой продуктивной неделе. Сегодня мы будем с вами готовить, составлять список покупок, меню, закладывать холодильник, заниматься стиркой, раскладывать вещи, готовить наш гардероб к новой неделе, менять постельное белье, доведем порядок в холодильнике, в ванной, чтобы она была чистой и сверкающей. Продумаем план на следующую неделю, что нам нужно делать, какие у нас важные есть дела, задачи. А также мы составим план занятий с детишками на будущей неделе, ну и конечно же поухаживаем за собой. Но сначала давайте с вами отдохнем. У нас так сложилось в семье, что суббота это день выходного дня, заканчиваются рабочие недели, и в субботу мы отдыхаем и обязательно куда-нибудь выезжаем, выходим всей семьей. Это могут быть прогулки в парке, на набережной, мы можем ездить в зоопарк, в кино, в кафе. Но сейчас такая ситуация, что к сожалению все закрыто, поэтому мы решили все равно не сидеть дома и поехать на небольшой пикник, ужин, к нам на набережную, куда она спускает, потому что она никак не благоустроена. Но вот все равно решили выехать, изменить немножко обстановку. Из машины мы не выходили, но дети не выходили, мы немножко выходили. Я помыла ягод, мы привезли с собой пиццу и немножко просто отдохнули, расслабились, сменили обстановку, потому что мы честно придерживались режима самоизоляции. Детки так у нас точно вообще никуда не выходили. Вот и мы решили, так как ограничения постепенно снимают, тоже мы не рискуем, да, ничем. Вот в таких какие-то местах малолюдные все равно будем выбираться понемногу. Я раздаю девчонкам пиццу, ягоды, мы взяли с собой напитки и просто наслаждаемся видом, отдыхаем. В общем, сменили обстановку, немножко так проветрить голову. Субтитры сделал DimaTorzok Как говорится, кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает, ну или наоборот. Поэтому возвращаемся к нашим будням и начинаем подготовку к продуктивной неделе. Первым делом разбираем нашу стирку, сортируем ее и, собственно говоря, отправляем в стиральную машину. От нас требуется минимум усилий заложить белье, добавить стиральную порошок, отбеливатель, ополаскиватель, ну и развесить белье. Пока моя стиральная машина трудится, я перемещаюсь на кухню и буду делать заготовки. Смотрите, какие заготовки я делаю. Я готовлю, например, суп и горячее, и то, что нам нужно будет есть на следующий день. На неделю вперед, конечно же, я не готовлю. Вы спросите, что же ты делаешь тогда, Катя? Смотрите, у меня здесь индейка, и я эту индейку планирую запечь. Я сюда добавляю специи, сушеный чеснок, паприку, черный перец, приправу для курицы и все сбрызгиваю растительным маслом. Буду выпекать в духовке. Для чего мне нужна эта индейка? Я ее буду добавлять в салаты и на бутерброд. Знаете, вместо колбасы, сосисок, чего-то такого, когда хочется чем-то перекусить, то лучше перекусить полезным. Поэтому, да, вот я трачу свое время на то, чтобы у нас были полезные и вкусные перекусы. То же самое с бедром курином. У меня, видите, здесь такая большая плошка. Часть мы съедим, а часть я уберу, и мы это будем есть в течение недели. Мне очень нравится добавлять, например, в лаваш, да, делать шаурму. Мне нравится просто на бутерброд деткам давать, они любят у меня. Я могу в омлет это положить. Как я заправляю куриное бедро? Сметана, кетчуп или томатная паста у меня просто закончилась. Также я люблю добавить огорчиц, но у меня тоже закончилась. Ну и специи ваши любимые. И сейчас я уже займусь супом и буду отваривать яйца. Хотела отварить 6 яиц, но одно яйцо у меня разбила Софика, поэтому буду отваривать 5 яиц. Также на салатике перекусить вот у нас готовые отварные яйца. И я уже поставила, вот я сейчас сливаю первый бульон, сейчас буду ставить суп. Вот суп у нас будет куриный, очень вкусный. И я нарезаю в суп овощи. Это будет лук, морковь и картошка. Не обращайте внимания на то, что кастрюля большая, там получится буквально 3 литра. Просто у меня маленькая кастрюлька была занята. И как говорит моя бабушка, из большого не вывалится. Поэтому варю суп в такой большой кастрюле. Теперь я буду готовить овощи для того, чтобы запечь их в духовке. Я нарезаю кабачок, болгарский перец, лук, морковь, добавляю туда соль, перец, некоторые овощи добавляю еще базилик. Ну практически во все, кроме картошки. Вот добавляю базилик и немножко растительного масла. Все это перемешиваю и выкладываю на противень. Что это такое? Это получается можно есть в холодном виде, это вкусно, в горячем тоже очень вкусно. Это, знаете, это просто овощи наполнить свою тарелку, когда я, например, подаю ужин, чтобы это было, например, какое-то мясо, чтобы, возможно, это была крупа и вот овощи. Мы с удовольствием едим, так что вот насколько хватит, я запекаю. У меня получается 2 противня. Запекаю при 180 градусах, ну где-то минут 30 до готовности. Смотрите, чтобы у вас овощи не горели. Здесь у меня картошка и я сюда добавляю нашу замороженную цветную капусту и покупную брокколи. Немножко промываю все. И также добавляю соль, перец и растительное масло. Смотрите, делаю все, я видите, в параллель. Сейчас я выкладываю курицу, индейку, то есть у меня будет одновременно запекаться 3 блюда. Мясо и 2 противня с овощами. В это время, пока у меня варится суп, запекаются овощи и курицы, я приготовлю на завтрак запеканку. Я очень люблю творожную запеканку с яблоками. Что я здесь смешиваю? 500 грамм творога, добавляю туда 3 столовые ложки сахара, где-то 6 столовых ложек муки и все. И 2 яйца. Все перемешиваю. Я перемешиваю это в термомиксе, вы можете это делать при помощи погружного блендера. Вы, наверное, заметили консистенцию у творожной запеканки, прям как бисквитное тесто. Мне очень нравится такая вот, знаете, структура, что ли, воздушная у запеканки. И добавляю туда яблоки. Я решила добавить 2 яблока, более чем достаточно. Выпекаю я при 180 градусах, ну, минут 30-40, смотрите, чтобы она зарумянилась. Суп у меня уже готов, поэтому я достала оттуда курицу, буду ее нарезать. И сейчас добавляю плавленые сырочки. Иногда делаю суп такой, крайне редко. Чаще всего вот эти вот сырочки я просто заменяю сливками. Вкус получаете такой же сливочный, вкусный, в общем, натуральный. Нарезаю курицу и возвращаю в суп. Вот смотрите, сколько блюд у нас приготовилось за то время, пока суп варится. То есть не теряем ни минутки свободного времени, работаем. Потому что, ну, действительно, чтобы наша семья питалась натуральными продуктами, чтобы перекусы были здоровыми, для этого нужно немножко постараться и вместе это делать веселее, поэтому, девчонки, присоединяйтесь. Также на будущую неделю я подготавливаю себе сыр. Натираю два вида сыра, обычный, да, и у меня будет моцарелла. Я руководствуюсь теми блюдами, которые буду готовить. Если мне там вообще не требуется сыр, да, я натру совсем чуть-чуть, потому что мы любим сыр добавлять, например, в яичницу, в лаваши запекать. Очень вкусно. У меня уже все готово, и я перекладываю получившееся блюдо уже в емкости, в которых буду хранить в холодильнике. Ну и сейчас, пока у меня будет выпекаться запеканка, я быстро приготовлю сладенькое. Это будут кексы с шоколадом маффины, и это будет печенье с шоколадом. Рецептами я делилась совсем недавно. Я в подсказках сейчас вам высветится, оставлю ссылки на это видео, где вы сможете посмотреть и рецепт, и более подробно процесс приготовления. Так что у меня будут готовы сладкие перекусы для моих детей. Они любят такую выпечку, поэтому я с удовольствием для них готовлю. Вот такие кексы у меня получились. Я все разложила по формочкам, и буду сейчас выпекать. Выпекаю одновременно, и кексы, и печенье не теряем ни минуты времени. Пока у меня все выпекается, я решила разобрать стирку, которая у меня уже высохла. Вот все складываю аккуратненько, сортирую, где вещи одной дочери, где другой, где носочки, где трусики, где наши взрослые вещи. Раскладываю по стопочкам, потом все это обратно верну в корзину, и уже пойду, когда наверх в гардеробную, все разложу по местам. А пока я хочу у вас спросить, подскажите, была ли вам полезна и интересна данная рубрика на ежедневной основе? И если бы она была вам интересна, то какой день недели вы бы предпочли, пятницу или субботу? И понятно, что все мы работаем по-разному. Не у всех выходные, это суббота и воскресенье. Кто-то работает сутки через двое, кто-то два дня работает, два дня отдыхает. В общем-то, вы можете выбирать любой день, в который вы так хорошо потрудитесь, поработаете, и, собственно говоря, разгрузите свою неделю, все спланируйте, продумайте, и дальше будет гораздо легче функционировать в течение недели. У меня продолжает выпекаться выпечка, такая дептология. Я решила пока протереть микроволновку, холодильник и духовой шкаф. У меня закончилась вся бытовая химия, поэтому я просто смешала в равных пропорциях. Уксус 9% и в воду. И все, смотрите, замечательно, все чистое, поверхности все чистые, нержавейка в том числе. Вот такая выпечка у меня получилась. Здесь и кексы, и шоколадные печенья. У меня будет таких две партии, так что к неделе готово. Ну а сейчас я поднялась наверх для того, чтобы спланировать свое меню и покупки продуктов. Что у нас будет в меню? Я хочу купить молодую капусту, приготовить щи. Это будет еще один суп. На горячий у нас будет красная рыба в сливочном соусе. У нас будет сибас, потому что у меня дети любят очень рыбу эту. И я приготовлю тельетели или гнезда прямо с котлетами из индейки. Вот таких три горячих блюда. Я возвращаюсь на кухню и буду протирать холодильник. Протираю его смесью горячей воды, прям такой хорошей, но горячей из-под крана и уксуса. Почему я использую такую теплую горячую воду? Потому что так проще отходят, знаете, ну какие-то остатки пищи, то, что вот прилипло в холодильнике, да, осталось. Если с чем-то не справляется, можно взять соду, протереть. Я вот, кстати говоря, так и делала. И, в общем, протираем, потом протираем влажной салфеточкой и все это вытирая насухо полотенцем. Начинаю закладывать овощи. Купила, попробую для себя такой новой зелень. Здесь микрозелень подсолнуха. Микрозелень смикс горох, стекла, шпинат, лук, подсолнечник. Горох, редис, брокколи и микрозелень горох. Говорят, что это очень вкусно. Взяла себе разные виды. Буду пробовать в салатах. Такая, знаете, ирония судьбы получилась этой бытовой химии. У меня все закончилось. И, как назло, где я покупаю, нет тех наименований, которые, в общем-то, мне нужны. Я думаю, может быть, это знак. Может быть, пора вернуться, как в самых моих первых видео, практически два года назад. К уксусу, к соде, к перекиси, что там у нас еще, к лимонной кислоте, в общем, не знаю, буду думать. Да и бытовая химия, конечно, очень подорожала, потому что она привязана к курсу. А я сейчас собираю контейнеры, например, ящичек для бутербродов, да, где у нас какие-то сладкие продукты хранятся, типа сгущёнки, варенье. Я переливаю суп. У меня такая хорошая большая банка на 3,3 литра. Она отлично входит в холодильник, занимает мало места. Убираю в запеканку. То, знаете, такая игра получается. Подбери контейнеры, не всегда у меня это получается с первого раза. Я наполнила уже ящик с йогуртами, с какими-то творожками и наполняю ящики с фруктами. В этом холодильнике я также быстро протерла пол. Видите, у меня чистенький, аккуратненький. И возвращаю эти контейнеры с продуктами на место. Вот, смотрите, сколько всего получилось. И гречка, и запеканка, и суп, и сыры, и овощи, и индейка, и курочка. И на то, чтобы покушать завтра, и на бутерброды. Так что я очень довольна, проделала такую большую работу. На самом деле, это не так много времени. Готовится все одновременно. Главное не лениться и не терять время попусту. Так, теперь я буду протирать вот такие, знаете, горячие точки на своей кухне. Это первый ящик, где хранится мука. Так как я много пеку, соответственно, тут что-то просыпается, пачкается. Поэтому очень быстро. Все убираем. Пылесосим, протираем. И досыпаем те продукты, которые нам нужны. Мы можем перелить, например, растительное масло в банку, да, сахар досыпать, муку, какие-то макароны. В общем, организуем кухню нашу, готовим к следующей неделе. Возвращая все на место. Так, ну и следующий ящик, это тоже горячая точка, где хранятся всевозможные сладости. Вот я пока сюда возвращаю гранолу, а кексы и печенье пока не перекладываю, надо, чтобы оно остыло. Это детский ящик, я его тоже, так скажем, собираю. У них здесь хранятся покупные сладости, и не смотрите на их количество. То есть у моих детей не такого склада, что вот сколько положишь, они все за день сметут, нет. Так, и я, конечно же, убираюсь в ящике, где у нас хранится мусорное ведро стоит, да. Использую то же самое воду и уксус, все отлично отходит, протирается, вместе с тем дезинфицируется. В общем, в этом ящике тоже на ежедневной основе, конечно же, нужно поддерживать чистоту. Вы считаете, самые такие грязные, горячие точки, по крайней мере, на моей кухне, грязным этим точкам горячим, я уделила внимание. Я возвращаюсь на верх, и теперь буду планировать свою следующую неделю. Здесь я пишу список дел касательно выхода роликов, да, какие темы, что мне нужно, куда съездить, что мне нужно посмотреть. В общем, какая рутина по уборке у меня, в какой день, да, все это раскидываю. В общем, планирую максимально эффективно будущую неделю. Конечно же, в прежние времена, скажем так, когда дети ходили на секции, мы в это время сверяли с мужем свои календари, кто какого ребенка куда развозит, забирает и так далее. Но я уже переместилась в раковину. Ну, действительно же, можно сказать, прям в раковину переместилась. Я уже переместилась в ванную и буду здесь убираться. Использую то же самое воду и уксус, и соду. Вот, добавляю немножко соды и все чищу. Прекрасно все отходит, отмывается. Я вам дальше покажу, как блестит сантехника с этим средством и без никакой химии. Так что вот пока я убиралась, я все больше и больше убеждалась в идее, что может быть реально вернуться вот к такой вот натуральной бытовой химии. Ну, вот смотрите, видите, какая чистая сантехника получилась. Я промасалась очень довольна. Я перемещаюсь на следующую сторону. В общем, буду протирать пыль. Если будете спрашивать, откуда эти подсвечники, они с сайта Ларри Тут. Они безумно красивые, но очень хрупкие, так что имейте в виду. Биде и унитаз чищу все теми же средствами, так же, как и нашу ванну. Субтитры сделал DimaTorzok После того, как мы протерли все полочки, в общем, уборка завершена, я убираю коврики, буду их стирать, и полисошу пол, и потом я его помою. Дима Торзок С ванной все, и я перемещаюсь в спальню. А сегодня я буду также менять постельное белье и у себя, и у девочек, так что нужно перестирать, будет три комплекта. Но я это буду делать уже завтра, потому что на сегодня у меня достаточно стирки. Буду завтра стирать, и уже послезавтра все это гладить, аккуратно складывать, убирать. Кровать заправленная, и, конечно же, я не могу не протереть полочки рядом, потому что какая-то бельевая пыль все равно оседает. Но глобальную уборку я не делаю. Вот чисто тумбочки прикроватные протираю, и все. Потому что еще много дел. Я перемещаюсь в гардеробную, и начинаю раскладывать всю ту одежду, белье, которое мы с вами сворачивали в самом начале видео. Только вот, видите, дошли руки. Но двигаемся быстро, максимально эффективно. Потому что меня, безусловно, отвлекала съемка видео. Ну а так, если делать все параллельно, и, в общем, не прерываться, не отвлекаться ни на какие гаджеты, вы справитесь очень быстро. Возвращаю, да, одежду всю на свои места, поправила то, что висит неровно. И, знаете, все равно раздеваешься, бывает, видите, какие завалы получаются. Так вот пихнул, и все, одежду. Поэтому не закрываем на это глаза, достаем, все аккуратненько складываем, возвращаем на свои места, и с чистой совестью, и с убранным шкафом приступаем к новой неделе. Раньше, когда вот девчонки ходили на занятия, у нас были какие-то выезды, можно было составить, знаете, на неделю вперед вот им комплекты, что они будут брать. Ну да, как сейчас мы дома, то просто ящик должен быть заполнен, чистой одеждой, они дальше одеваются, в общем, как хотят. Ну и, конечно же, конечно же, нужно подготовить себя любимых с новой недели. Я отпилила сама ногти, которые у меня были гелевые, и вот решила сделать себе маникюр. Не делала я его себе сама очень давно, наверное, года два точно. Да какой два? У меня уже Софийке три. Три года точно я снимала на период, когда роды у меня были, и все. Так что, представляете, сколько времени уже прошло. Поэтому я решила распарить немножко ручки с лимоном, с солью, но сначала все подпилю, потому что у меня кое-где остался этот гирь, и я даже не знаю, когда я опять пойду в салон, потому что пока салон у нас закрытый, открыты прям буквально единицы, и я, конечно же, вот знаете, не побегу в первых рядах. Я хочу посмотреть вообще, как вот эта ситуация стабилизируется или нет, поэтому, наверное, месяц я еще поделаю маникюр сама себя, заказала лаки, базы, топы, потому что у меня уже ничего не осталось. А между прочим, в институте я заканчивала курсы по наращиванию ногтей, по гель-лаку, потому что, чтобы делать маникюр, педикюр, конечно же, я этим не работала. Я делала это чисто для себя, маме, бабушке делала, вот и все. Хотя были планы поработать, но, конечно, это было тяжело совмещать с учебой. Так что накупила тогда себе и акриловых пудр, и гель, и чего у меня только не было, и в итоге делала их только себе и родным. Поэтому я, кстати говоря, не делала себе обрезной маникюр, просто вот где-то, если были заусенцы, я их убрала и немножко отодвинула кутикулу. Все покрываю лаком и потом просто смажу маслом. Ну вот такой маникюр получился. Если вам кажется, что где-то там грязь или сухость, это просто так вот маслом бликует. На самом деле все аккуратненько. Я люблю, чтобы все было чисто и аккуратно. И сейчас вам покажу средства, которые я использовала, дабы у вас не было вопросов в комментариях. Ногти в порядке. Теперь время заняться лицом. Раз в неделю я делаю себе очищающую маску. Она на основе глины. В общем, сейчас я ее распределю и не буду терять времени. Пойду заниматься дальше делами. Мне нужно составить план занятий для деток на следующую неделю. Я сейчас нахожу стихи, которые нам нужно выучить, и текст на пересказ для Лизы. Также, выбирая задания, например, по математике, по развитию речи, в общем, по какому-то творчеству аппликации, можно продумать план на всю неделю и потом не задумываться, да, о чем бы заняться. У вас будет четкий, продуманный план. Так что про деток своих тоже не забываю. Я иду смывать маску, наносить уже увлажняющую. На сегодня я буду с вами прощаться. Если вам понравилось это видео, поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!